Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это 2 Иоанна, 1 глава, 10 стих, и Евангелие от Матфея, 5 глава, 47 стих, мы зададимся вопросом – приветствовать или не приветствовать еретиков и сектантов? Вот эти два стиха, они как бы взаимно исключают друг друга. Смотрите, 2 Иоанна, 1, 10. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, то есть речь идет о еретиках, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Теперь Евангелие от Матфея, 5 глава, 47 стих. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники?» Казалось бы, один текст исключает другой. Но, во-первых, мы уже с вами выяснили, что отцы церкви считали еретиков братьями и сестрами, хотя и заблудшими, хотя и падшими, но братьями и сестрами мы это установили в высказываниях святителя Анзела Тауста, в высказываниях святителя Августина Блаженного и других. Так, приветствовать или не приветствовать? В одном случае сказано, что приветствующий его участвует в злых делах его, а в другом случае сказано, если вы приветствуете только братьев ваших, то есть только своих, а что вы особенного делаете, и язычники так же поступают. Во-первых, в послании к Титу, 3 глава, 10 стих, говорится, «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Что значит «после первого и второго вразумления отвращайся»? Как минимум, с ним надо побеседовать. Три раза или два раза, или один раз, если он очень агрессивный, но как минимум надо поговорить. И более того, в Священном Писании сказано, что если человек идет путем погибели, и ты ему не скажешь об этом, он погибнет, и кровь его будет на тебе. А если человек идет путем погибели, и ты ему скажешь об этом, и он погибнет, кровь его будет на нем. И когда апостол Павел заканчивал цикл проповедей в одной местности, он сказал, ни чьей крови на мне нет, я проповедовал там, где только мог. Поэтому мы лично ответственны за людей, которых нам посылает Бог. А как общаться с человеком, если ты его не приветствуешь? Если ты вообще делишь мир на своих, чужих и так далее. И своих выделяешь самых своих, не очень своих и так далее. И вот в Евангелии от Матфея, 5 глава, давайте посмотрим в общем контексте вот эти слова, которые мы уже рассмотрели. Это будет 5 глава, 44 по 48 стих. Ведь мы считаем еретиков врагами, гонителями, теми, которые нас проклинают. Как же мы должны их приветствовать? Христос здесь говорит. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и на неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, вот это то, что мы сегодня читали, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. А как совершен Отец Небесный, он одинаково хорошо относится ко всем. И христианин – это человек, который вырывает свою нравственность, мораль, этику, эстетику из плоскости товарно-рыночных отношений. И если мы любим любящих, ненавидим ненавидящих, мы не христиане, как минимум. Потому что христианство выше подобных товарно-рыночных отношений. А церковь – это не базар, не рынок, чтобы делить на своих и чужих, одних любить, а других ненавидить. Святитель Феофан Затворник писал в письме, отвечая на некоторые недоумения, связанные с сектантами. Он писал, «Зачем он, то есть сектант, приходил к вам? Вы должны были помочь ему. Мне думается, что вы хорошо сделаете, если, встречаясь с теми лицами, будете ласково говорить с ними, как будто ничего не было. Можно сказать, я тогда немного вспылил, прошу извинить, но это не значит, что я одобряю поступок ваш. О молоканах теперешних надо судить снисходительнее, пишет Феофан Затворник. Зачинщики всему виной, а эти с молоком матери всасывают эту ересь». И в определение архиерейского собора русской православной церкви московского патриархата о псевдо-христианских сектах, неоязычестве и оккультизме от декабря 1994 года черным по белому сказано. В то же время архиерейский собор призывает всех верных чад русской православной церкви широко проповедовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, создавать катехизические школы, разъяснять людям пагубность лжеучений, помогать тем, кто временно оступился, поддавшись пропаганде сектанских проповедников. Внимание! Однако, противостояние ложным взглядам не должно сопровождаться нетерпимым отношением к самим носителям несовместимых с христианством учений. Таким образом, мы видим, что церковь всегда умела именно отделять грех от грешника и заблуждение от заблудившегося. Не будем об этом забывать. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok